и снова здравствуйте друзья программа на самом деле возвращается в прямой эфир и сейчас отправляемся к нашему херсонскому затворнику который и не в херсоне правда находится но действительно затворник человек который ведет свою войну как сейчас говорят диванный воин но дай бог каждому не диванному так сражаться за свою родину как это делает алексей валерич журавка валерич приветствую тебя приветствую спасибо вот сравнение диванного воина это раз ну а что делать валерич тут вот какой вопрос попытался ты как бы открыть глаза общественности использовал для этого youtube ну по поводу царь града недавнего то что что на ю тубе грохнули а перед этим был фан ньюс фронт другие ресурсы ресурсы миллионники между прочим как вот мы у нас там больше миллиарда просмотров было и вот youtube как-то адекватно на тебя отреагировал почему ты знаешь сразу отреагировал адекватно видео повисело буквально две с половиной минуты и все потом вдруг ни с того ни с сего она пропала без объяснений и было написано вы нарушаете правила сообщества youtube канала там было всего лишь показано что на украине на самом деле происходило это 2 мая дом профсоюзу курсанского шевченсковская война на донбассе майдан и озвучка шла я в этом тексте обратился к россиян россияне упаси бог чтобы вы повторили такую ошибку и не шли на сладкие булочки нуланд европейские обещания и так далее ведь это специально все делать и правду показал это знаешь меня удалили и вот когда я вижу хабаровске показывают youtube каналы когда они даже призывают спокойно на том что разделение призывают они призывают уничтожение там допустим власти нам эта власть не нужна огульно оскорбляют всех ворами называют ну я в шоке конечно от этого да и они набирают лайк целую кучу там под миллионы показы реклама ролик который говорит о правде о жизни и то что произошло и нам европа ничем не поможет а мы сами у себя должны быть хозяева этот ролик закрылся да и самое главное что налетела целая куча демократов как я их называю на меня просто разорвать порвать а вот фейсбук вообще интересно по беларуси снес вообще ролик мой обращение моё повисело буквально двое суток по россии потом пошли меня оскорблять там уничтожительными комментариями меня лично оскорблять вот приходить и руки ноги надо засунуть в одно место последние и оборвать и так далее но самое характерно что на второй день не приходит объявка ваш фейсбук будет удален с аккаунта и дали мне два часа чтоб я обжаловал я описывал почти каждую строку через почту еле-еле остался этот пост но тебе и цензура вот тебе и правда понимаешь я не имею права говорить как инвалид без руки без ноги побывал на донбассе рассказывать правду как там стреляли я не но алексей валерий вот интересная штука фейсбук я с 11 года с марта месяца на нем и я видел на моих глазах вот это вот дрессура нормальных людей превращение их в ненормальных либо вот то что на украине происходит когда русских русскоязычных в стойло загоняют и они уже говорят тому что бандера не такая сволочь а может и правда что нам по-русски не надо говорить и детям нашим хай украинскую мову разговаривают я ведь помню как на фейсбуке сначала ну скажем так если и наказывали то наказывали за что-то очень плохое потом стали за слова литературные и словаря далее потихонечку так вот как-то вот это была редкость но было банили это потом после четырнадцатого года нас начали прессовать плотно потом начали требовать хочешь остаться у нас на фейсбуке фотографию документа пришли следующий этап а ну-ка давай морду свою и в зубах держи этот документ чтобы и морда твоя была видна и твой паспорт с фотографией был виден понимаешь вот так потихоньку потихоньку людей склоняли медленно потом завтра уже будут требовать а ну-ка докажи что ты лоялен к лгбт если ты без флажка лгбт будешь на фотографии это плохо сделай фотографию что ты с флажком лгбт мы тебя оставим и будут делать потом фотографию что ты участвуешь параде лгбт и дальше 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 так дойдет до последнего до края да скоро скажут раздевайся перед фейсбуком голым чтобы мы родинки твои записали но я короче данный момент вчера опубликовал пост наверное ты увидел я обратился непосредственно раз обратился к российским властям и призвал всех блогерам которые порядочные которые соблюдают все законы и публикуют правду что все таки предъявили обведение ютубу фейсбуку за такую цензуру за неуважить за неуважительное отношение к законам российским я как не ну я не россиянин я могу только обратиться но я в этой же площадке нахожусь почему я не нарушаю я не выкладываю фотографии убийственные я не оскорбляю друг друга я понимаю что за словом нести надо ответственность почему другие могут унижать оскорблять заниматься фейками унижать наших ветеранов великой отечественной войны оскорблять наши достоинства как говорится великой отечественной войны почему они это могут а я не могу привлекать и их к ответственности да почему с аккаунтов которые подтверждены людьми меня унижают оскорблять и руки ноги отрывать за это надо бороться и вообще тебе хочу хочу сказать сергей что надо уже наказывать этот youtube не палываться иначе через такие средства массовой информации они разрушат нашу страну оставшийся остров мира созидание еще какой-то перспективы вот эти фейсбук фейсбуке youtube они приведут к войне они раскачивают негатива я против таких ресурсов либо вы строите свой ресурс который будет объективный и позволять так же самое работать либо вы строите свой ресурс и заставляйте работать и нам давайте будем говорить так либо извините пожалуйста выкиньте его нафиг и мы найдем возможность как общаться знаешь вернемся в старые начнем газеты печатать я знаю ты обращался к хабаровчанам предостерегал их потому что киевляне в свое время точно также за все хорошее выходили и совершенно искренне говорили но янукович же не хороший саша стоматолог жрет в три горла семья янукович это не честно даже крымчане говорили ну как верховный совет крыма 11 тысяч заповедных горных и приморских земель отдал семье януковича подарил ну да как говорится это ж мирная акция вот как мне предъявили у нас не может быть это мирная акция а у нас чего начиналось они же дети как говорится мирная акция и что сотни трупов потом тысячи трупов потом 15 тысячники пошли руба разбомбленные города и все остальное я этого не хочу поэтому я и доношу свою правду но почему-то я могу донести свою правду разговаривать спорить доказывать показывать а другие не могут сразу переходят на личности мы тебя найдем в москве отрежем последнюю руку и ногу как ты задолбал ну это вообще дебилизм какой-то видишь как часть россиян которая 6 лет назад во время русской весны в крыму во время так называемого крымского консенсуса все как один стояли за президента они видели чтоб началось на украине и они мне и тебе говорили вы сумасшедшие в этом хохлы совсем одурели вы во всем видите угрозы когда мы замечали только первые симптомы и признаки майдана и создание группировок майдаунов по территории россии они эти люди которые тогда говорили вы идиоты у нас такое невозможно сегодня они стоят с транспарантом свободу фургалу с прочими гадостями путин должен уйти мы хотим там чего-то такого в москвах ведь и так далее эти же люди ты знаешь самое страшное что им-то не дадут а воспользуются другие ими попользуются они будут жить нищете и в таком же самом бардаке как в херсоне в николаев да и во всей украине понимаешь они не понимают что сегодня там хуже чем 90-е года на сегодняшний день живут и давай будем говорить но мы что помним нулевые года мы что помним как продуктов не положил вы к этому хотите вернуться но только это хуже понимаешь каждом доме лимонка граната наркоман каждом доме автомат каждый день кого-то убивают даже не жалеет детей понимаешь каждый день заказы идут какие-то да вот я сегодня опубликовал указал лизница переходит на четырехдневную работу это просто ужас понимаешь им там платят жаки за океанским или зарубежным так называемым правителям которые спасают украину я платят миллионы а то что на сегодняшний день уже семьдесят тысяч попадают под сокращение и они хотят сократить от 300 тысяч работала укрзалезницы а почему тогда не расскажут россиянам что в общей сложности в укрзалезнице работала пятьсот пятьдесят шесть тысяч а сегодня уже работает 300 тысяч а куда эти 200 грубо говоря люди едутся вот и все вот вот это вы хотите россияне вы это получите шаг вперед то вы сделаете как нам надо идти вперед сделайте но сделать и вы бездумный шаг и попадете в канаву и что дальше лада с россиянами и хабаровчанами и к ним примкнувшими вот этими черными политтехнологами я вчера посмотрел огромный митинг в белоруссии собирала вот женщина оппозиционерка я посмотрел какие шаги делают соратники батьки лукашенко а я просто вот увидел левочкина увидел януковича увидел как развивала все когда виктор федорович вдруг какой-то момент потерял почву под ногами когда не понимал он слушал своих советников вот этих приближенных левочкиных и совершенно не хотел прислушаться к мнению простого народа и к мнению аналитиков профессионалов они были отогнаны я же помню и твои рассказы и рассказы других регионалов на вадика колесниченко олега царева как пытались пробиться и объяснить виктор федорович задница стране тебе хана нет не слушал вот сейчас григорьевич поступает примерно точно так же я вчера когда прочитал о том что мид украины сделал заявление о том что украине переданы данные на россиян которые были задержаны которые якобы имеют отношение к событиям на украине на территории донецка и луганска и это значит белорусы не признающие вот это все они готовы отдать россиян украине на расправу тем той украине которая славит шухевича и других нацистов которые сжигали деревни той же самой белоруссии ты знаешь я так тебе скажу то что белоруссию будут раскачивать это раз с этим инцидентом это чистая провокация вот я тебе это столкнуть два народа это чистая провокация самое страшное что лукашенко заблудился в соснах в трех и если он опрометчивый шаг сделает он закончит так же само как янукович но у него еще шанс есть вот эту всю свору одебелевшую которая сегодня творит вот этот беспредел в белоруссии как она там оппозиционерка заявила надо расторгнуть договор они не понимают что белоруссия без россии не проживет как и украина и сегодня кстати благодаря россии еще украина как-то на плаву держится потому что большая часть инвестиций транзитов продукции и так далее запасных запчастей техники идет с россии как бы ни там не на сегодняшний день даже при коронавирусе россия на первом месте по перечислению денежных средств в украину и не надо обманывать так вот белоруссия сегодня доиграется я сделал этот ролик и белорусам посмотрите я понимаю что возраст там у батьки лукашенко еще что-то но он вреда не хочет своей стране это видно она прухнула еще давным давно понимаешь всякие бывают вещи и тут надо с грамотным будем орех подходом подходить они обращать на эти всякие фейки внимание кто что как сказал а то по телеграм-каналам знаешь пустили путин сдал чв кашников а там только паспорта были зарубежные уже было понятно что это транзитники я беру элементарные простые вещи да поэтому как бы все эти сценарии развиваются а вот кому это было выгодно чтобы поссорить россию с белоруссия вот тут надо разобраться я уверен на тысячу процентов что это сидят спецслужбы зарубежные которые трактуют делают используют подставляют выводят эту ситуацию чтобы разбудить зверя ненависти вот и все вот так надо рассматривать эту ситуацию а я сегодня против что белоруссия и россия сегодня умывалась кровью из-за каких-то негодяй из-за рубежа украина живая люди добрые россияне белорусы задумайтесь над тем что я говорю алексей я очень надеюсь что твои слова не только богу в уши но и жителям белоруссии украинцам наверное уже почти поздно ты их тормошишь сколько уже седьмой год не слышат но очень надеюсь что белорусы на украинские вот эти кружевные трусы не наступят не поскользнуться и не грохнуться озим как это сделали ребята которые сегодня живут в стране ну страшно и вообще как-то вот я хочу вместе жить белоруссия россия украина мы братья и древо корня у нас одно на всех и победа у нас на всех великой отечественной войны да вспоминается куча анекдотов смешных про этого трехголового змея горыныча да одна голова умная вторая там алкоголик а третий гей попа у них одна общая и не помнить об этом нельзя потому что и печень у них тоже общая на троих а вот некоторые алкоголики и геи про попу и печень общую не вспоминают а помнить надо спасибо валерьевич до встречи итак дорогие друзья это был алексей журавка в программе на самом деле несколько минут мы вернемся и продолжим до встречи